Всем привет, друзья! Вы на канале Flash Games. Друзья, вышли новые условия для игры в Versus, хотя они еще вчера вышли, но вчера у меня, к сожалению, не получилось видос на канал залить. Но лучше поздно, чем никогда. Кстати, я уверен, что этот режим сейчас особой популярностью не пользуется, так как Pack Battles вышли сейчас. Очень крутой, лимитированный режим в игре, то есть временный, да? Так что, друзья, сегодня у нас будет состав для Versus. По моему мнению, да, один из самых лучших. Ну а вы, друзья, не забудьте подписываться на мой канал, а также нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а мы начинаем. Переходим в Versus, далее в составы и собрать новый состав. Для данной команды я выбрал схему. Так, сейчас надо бы найти ее. Да, вот она, 4-1-2-1-2. Вот она, очень такая схема. Ни разу я еще до этого ее не брал. Давайте посмотрим правила, перед тем, как начнем собирать состав. Состав должен быть максимум с рейтингом 88. И все игроки, все 11 футболистов должны быть с рейтингом 82 и выше. Ну что ж, давайте начнем с голкипера. Решил я собирать так немного серию А. И голкипер у нас будет Джануиджи Донна Рума с 87-м рейтингом. Перейдем к слабым позициям. Здесь у нас игрок из Ла Лиги, Хосе Луис Гайя из Валенсии. И перейдем к правому флангу. Здесь у нас бразилец Дани Альвес из Париса Джермен. Далее переходим к центральному защитнику, левому. Здесь у нас будет стоять Икона, Икона, итальянец Фабио Каннаваро с рейтингом 89. Вот этот чувак здесь будет у нас стоять. А правый защитник, это у нас новейшая карточка, одна из самых новейших, 92, версия Тюрама. Вот так вот он будет стоять. Именно он, да, будет дирижировать у нас обороной. Переходим к полузащите. Слева у нас будет итальянец. Нет, не итальянец, испанец, да. Это Генту, да, с рейтингом 91. Да, он, конечно, не на ЛВшнике, но на ЛП у него по-любому будет десятка сыгранность. А на правом фланге у нас будет бразилец из китайского клуба, я думаю, вы уже догадались, это, естественно, Халк, у которого атака 90, хотя свой рейтинг 89 всего лишь. Переходим к Цопнику, и здесь у нас, естественно, 85-я версия Дженаро Гатузо. У него тоже вроде он не на своей позиции стоит, но сейчас станет, да, такой игрок, что и у Генту, и у этого будет десятка. Хотя у Генту нет, у Генту немного позже будет десятка. Здесь у нас, естественно, Зиндин Зидан с рейтингом 89. Да, и переходим к игроку, благодаря которому у Генту будет десяточка. Это у нас, естественно, Фернандо Торрес. И последний игрок в нашем составе, это у нас Икона от Покибиц, и это у нас Драгба с рейтингом 89 уже, к сожалению, не идет. Ну, а 88-й идет очень легко. В общем, вот такая вот команда, и небольшая рекомендация, как начинать игру. Можно начинать с защиты Донна Румы, или с защиты Гатузо, а также можно с контроля Дани Алвеса. Но лучше, наверное, использовать контроль Алвеса. Дальше уже можно от Гая избавляться, и остальные здесь очень крутые ребята, все, кроме вот этих двух. В общем, друзья, вот такой вот получился для вас видеоролик. Если он вам был полезен, можете поставить лайк, а также подписаться на мой канал. Ну, а с вами был я, Флэш Геймс, всем удачи, всем пока.